Эта линия, она вообще центральная на весь город, да? Получается? На Дашке. И в центр на Свободу. И на Лазарь. Погружение во тьму сигнала всех основных поставщиков связи произошло в районе 15 часов. Локализация заняла несколько минут. В итоге место разрыва установили с абсолютной точностью. Улица Татарская в районе Лазаревского кладбища. И практически сразу к месту порыва выдвинулись бригады ремонтников. Кто и чего там наворотил, стало известно чуть позднее. При производстве земельных работ спецтехникой был поврежден основной магистральный оптический кабель. Мы в результате этого решились 96 оптических волокон, которые обеспечивали связь во всем городе. Отправили туда сразу несколько ремонтных бригад. То есть там было две монтажные бригады и шесть бригад оптических сварщиков. И по сути начали сразу восстановительные работы. Пытались проложить новый кабель под землей. Столкнулись с проблемами, что кабель там зажат в оптической канализации. Мы сейчас бросили временную схему по воздушке, чтобы хотя бы хоть как-то и как можно скорее восстановить интернет, телевидение для абонентов. Временную схему сейчас используют все поставщики связи, чей массивный кабель был перерезан. А на нем были завязаны сразу четыре поставщика связи. Картина произошедшего пока выглядит так. Какая-то компания производила работы методом горизонтально направленного бурения, проходила под дорогой и, соответственно, прямо снизу попала в нашу магистральную кабельную канализацию. Тем самым повредила и канализацию, и кабели, находившиеся там. Та самая какая-то компания уже установлена. По крайней мере, нами. Она действительно занимается бурением, но прокомментировать нам инцидент там сегодня отказались. Своё участие в компании не подтвердили, но и не опровергли. Вы могли бы комментарий дать по поводу инцидента возле Горбатого моста? Так, я не могу вам что сказать. Комментарий никаких не можете дать? Нет. Мы намеренно не называем эту контору, поскольку есть еще шанс на мирное урегулирование этой ситуации. Если же виновники пойдут, что называется, в отказ, точно будет иск. На круглую сумму. Мы сейчас пытаемся определить виновных лиц, которые были ответственны за эту аварию. И будем подавать, наверное, в суд за возмещение и компенсацию ущерба. Служба наша юридическая работает над тем, чтобы определить, кто исполнитель вот этих работ, которые попали нам. И, безусловно, будем готовить суд, если не удастся договориться с тем, кто производил работу. По нашим данным, сумма ущерба по каждому из четырех пострадавших поставщиков связи может составлять несколько сотен тысяч рублей. Слишком дорого обойдется замена кабеля и монтажной работы. Есть ли такие деньги у буровика-разрушителя? Большой вопрос. Тем временем, сроки полного восстановления места порыва могут занять неделю.